Из-за погоды отопительный сезон в Кемеровской области продлили на две недели. Когда остановят работу котельных, рассказываем в дайджесте и о других важных событиях. Снежный май. Холода задержались в Кузбассе. Традиционно отопительный сезон в Кемеровской области завершался 15 мая. В этом году из-за капризов природы котельные в 10 муниципалитетах региона работают дольше. Коммунальщики Междуреченска не отключили отопление в понедельник. Батареи в квартирах горожан были горячими всю неделю. Сегодня, 25 мая, подачу тепла прекращают. С 8 часов утра остановлена подача отопления от квартальных котельных в городе. Также остановлены все центральные тепловые пункты. До понедельника будет получать отопление больничный городок в Старом Междуречии, хирургический корпус, пятиэтажная больница, инфекционная и детская больницы. Детские сады и школы, которые запитаны от наших крупных котельных, по своему желанию будут иметь возможность подключать отопление к своим объектам. Кроме Междуреченского городского округа, на территории Кемеровской области еще 20 муниципальных образований также закончили отопительный сезон. Бизнесмены принимают поздравления. 26 мая отмечают День российского предпринимательства. Во Дворце культуры Распадский состоялся торжественный прием. В Междуреченске трудятся около трех тысяч бизнесменов. На их предприятиях работают почти 15 тысяч человек. В основном люди заняты в розничной торговле, оказывают услуги по ремонту автотранспорта и бытовых изделий. На торжественном приеме власти города поблагодарили бизнесменов за особый личный вклад в развитие сферы потребительского рынка, услуг и предпринимательства. Особое внимание победителям конкурса «Лучшее предприятие. Предприниматель года». Лучший старт показала Оксана Климачева. Руководителем года стал Евгений Мукомолов. Управляет предприятием по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Лучшим социально ответственным бизнесом признали творческую студию «Мастерица» Татьяны Блохниной. Последние звонки прозвенели в 661 школе Кузбасса. В 2018-м в Кемеровской области почти 27 тысяч выпускников девятиклассников и около 11 тысяч одиннадцатиклассников. Междуреченский в этом году получит аттестат общего среднего образования больше 500 учеников. Учащихся 20-го лицея поздравил начальник департамента угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев. А сегодня уже пора покинуть свой второй дом с уникальным капиталом, знаниями и умениями, полученные благодаря упорной и совместной работе. Впереди школьников ждут экзамены. Первый состоится 28 мая. Ученики сдадут информатику и географию. В Новокузнецком районе возможно подтопление прибрежных территорий 6-го километра, вертолетной площадки Абагура и его разъезда, поселка Кульяновка и дороги на Корлык. Об этом предупреждает жителей администрация города. За последние сутки уровень воды в Томи поднялся на 2 метра, по информации все 42. В Междуреченске на обильные осадки среагировала УСА. 23 мая за 12 часов вода в реке поднялась на метр. Подтоплений у нас не произошло. До критического уровня, когда уже начинается затопление территории, у нас оставался еще почти метр, 98 сантиметров. Чтобы предупредить чрезвычайную ситуацию, остановили движение карбусной переправы, организовали движение автотранспорта для населения.